Товарищи, радость-то какая! Коммунизм в нашей стране наступил! Ой, а я-то и не верила, что коммунизм существует! Мне в храме-то говорили священники, что коммунизм это выдумка безбожников! Короче, рассказываю, что с нами произошло. Мы зашли в гости к нашим зрителям из протестантской церкви. У них там стоит коробочка. Мы так и написали, что мы блогеры, мало просмотров у нашего контента, Инстаграм закрыт, ТикТок закрыт, Ютуб вот-вот закроют, Зрителей мало, донатов мало, на еду денег не хватает. Прямо так и написали, все в записке как есть. А вот потом из церкви-то из этой идем и видим мужичок в спецодежде из продуктового магазина. Что-то кидает в мусорный контейнер. В общем, я заглянул в контейнер и офигел! Он еду в мусорный контейнер выбрасывает! Я заглянула в контейнер мусорный, а там еда! Товарищ, вы представляете, работник магазина выбрасывает в мусорный контейнер еду! Ну, правда просроченную, но нам пофиг. Мы офигели, набрали два полных рюкзака еды, так мы, судя по ценникам, тысяч на 15 еды набрали. Да нам за месяц только донатов не донатят! А у меня пенсия всего 10 тысяч рублей. Ну, у меня-то зарплата 25 тысяч рублей, но не каждый месяц. В мусорном контейнере счастье для всех и для каждого! Берите все, кто сколько унесет! Некоторые продукты это то, что мы за деньги покупали. Вы хотя бы по акции? Ну, вот, например, чудо-йогурт иногда акции бывают. Вот, потом, свиная шейка чертизова тоже покупаем. А вот, твой простоквашен, он адский дорогой, никогда не брали. А вот это вот, стейк, хважденый, это же говядина! Настоящая говядина! Хоть раз попробуем, что такое говядина. А это вот форель слабосоленая, вроде невздутая, просрочка две недели. Не знаю, выживем, если поедим. Но мне пофиг, я все равно ее съем. А это индейка пава-пава в вакуумной упаковке. Ты что, гад, удачи, что-то в мусорном контейнере лежало! А мне пофиг. А самое главное, представляете, даже мимозу выбросили к празднику 8 марта нам. О-о-о, да-сос фантастиш! Вот картошка такая безумно дорогая, белорусская, пророщенная. Это на дачу посадим. В общем, торты мы давно не ели. Но только если где-нибудь нас в гости позовут, тортикам угостят. Вот-вот-вот. А то уж я по тортам соскучилась. А то-то нам их аж три штуки целых дали. Один мы уже съели. Ну, конечно, может быть, сейчас кто-то брызгливый скажет, какую вы кринжатину говорите. А мне пофиг. Я когда в Магадане жила и работала в ресторане посадомойкой, вот охота жрать. И ела объедки за клиентами. Так, блин, а там такую вкуснятину приносят. Я в Магадане родилась. А я хоть родился в СССР, где в школе мне внушали, что человек, это звучит гордо, но только после того, как меня заставляли намордник носить, а всем было пофиг, все намордник одевают, и так испуганно носик высовывают, не идет ли контролер, целый вагон здоровых мужиков, то я понял, что мне уже ничего не стыдно. Что стыдно не из контейнера мусорного есть, а стыдно пройти мимо халявы и ее не съесть. А то вдруг завтра или в обсерватор закроют, или в тюрьму посадят, или бомба на голову упадет. Умрешь и говядину не попробуешь, или форель слабо соленую радужную не попробуешь, и так и умрешь. Мы в России живем, и нам пофиг. Халява и пофиг. До встречи в следующих видео, если останемся живы. Открываю. О, торт с плесенью. Это гораздо хуже, чем сыр с плесенью. Поэтому его и выкинули, что он заплесневел. Но мне пофиг, я плесень сниму, а торт съем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну как, съедобно? Нормально. Лена, ты жива? А как видишь? Тогда угости, дай попробовать. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.